здравствуйте друзья у нас молодой человек откуда то он из львова он спрашивает что такое вот у него не получается ничего вот он чего не начнет как бы все бросается тут начал там начал дневник вот хотел писать он наверно думает что дневник писать просто он говорит вот даже дневник начал писать и бросил писать дневник я вам такую вещь скажу что это очень здорово что молодой человек пробует разные вещи в своей жизни это и есть вот то чем должен заниматься молодой человек можно сказать о чем почему же он не заканчивает потому что он когда начинает он не знает насколько ему это нужно а уже начав он вдруг не был убеждается что у него нет мотивации от самого процесса то есть он был мотивирован большой картинкой вот если бы у меня это было было бы здорово но там дальше есть процесс какой-то и вот когда начинается этот процесс то выясняется что ему этот процесс не интересен то есть он не дает ему притока энергии энтузиазма мотивации так далее очень важно чтобы процесс человека мотивировал и и тогда он будет доходить до конца если процесс не мотивирующий ну значит он просто занялся там не своим делом есть люди упорные которые говорят а я все равно значит дойду до конца даже если вот мне там это не это тоже это неплохое качество доводить до конца в общем то но и учитывая что человек молодой и он ищет себя то я я не вижу например никакой такой причины особой беспокоиться надо себя искать вот я бы беспокоился если вам не сказать чек вот не хочу ничего делать вот думал дневник начать так и не начал никогда думал там учиться пойти так и не пошел думал с девушкой познакомиться так и не познакомился вот это действительно была бы проблема его что-то прям за голову хватаешься не знаешь чего а если человек пробует и убеждается что это не то и это не то и это не то это не так плохо я могу сказать что у меня и сейчас постоянно такое происходит я чего-то мне хочется и и казалось бы уже там возраст такой что надо мог бы взвесить и так прикинуть и уже более надежно что то делать такое но очень часто вот я вам расскажу случай у меня был такой момент в жизни несколько лет назад было посвободнее со временем а мы так вот после рецессии там всякие дела и я как-то думаю над время с пользой потратить нашел курс сертификационный называется сертифайд карьер канцелор и вот я 2000 под заплатил на занятия ходил но потом когда до меня дошло по-настоящему что нужно делать и это и это и то надо делать еще чего-то я вдруг вижу что знаете как у акуджава если вам служить там служить на суше да только только пленточки носить выдаешь вот моряком то в море не ходить а тут получается что ты вот пошел и когда тебя доходит вот это все хорошо быть сертифайд карьер канцелором хотя когда тебе дают задания и надо их делать и ты должен это время занять забрать у своей работы я вот тебе не нужно если бы тебе не дали это задание и ты не понимаешь как это влияет в итоге на твою работу и так далее мотивация обломилась и я вот потратил 2000 и бросил это не единственное чем я бросил заниматься я периодически что такое начинаю успешный человек это не тот который взялся за 10 дел и 10 дел довел до конца успешный человек это который взялся может быть там за 10 дел и одно довел до конца вот такое хорошее серьезно и люди со стороны смотрят боже какой успешный человек ты посмотри какая жизнь как он состоялся как много он сделал то есть и никто не знает сколько раз у него обломилась это уже никого не интересует кто считает это успешный человек почему а вот у него один раз из 10 получилось и он успешный меня в этом смысле очень ну как сказать привлекает история линкольна президента соединенных штатов это же просто потрясающий чек то есть когда вы читаете историю его жизни эта история неудачи за неудачей вот все за что он брался была неудача и но но вот каждая следующая неудача у него была на более высоком уровне чем чем предыдущий ну то есть он не ограничивался тем что он приобрел опыт и дальше вот это же самое делал но теперь уже удачно он все время на большую задачу замахивался и у него каждый раз не получалось но на другом уровне и он стал президентом соединенных штатов и вошел в историю как один из наиболее блистательных президент и его такие убили понимаете то есть ему и там в общем-то да не подфартило но просто я к чему говорю вот вам история человек который неудачу за неудачей самое главное чтобы неудача не останавливала человека в том чтобы новое что-то пробовать и вот и вот это единственный серьезный критерий на который надо смотреть если после этого хочется что-то еще начинать все отлично все путем так так и должно быть так и должно быть бывает конечно там в 20 лет кто-то нашел какую там свою стезю и на всю жизнь там я не знаю там у него определилась бывает бывает там гениальные музыканты которые там я не знаю с ранних лет и в 20 лет у них уже мировая известность там бывают шахматисты в 20 лет его уже там тоже весь мир знает даже в 15 но это же это же уникально так это единицы вот а мы мы все остальные как бы мы себя ищем и продолжаем искать и в 40 лет человек себя ищет и и в 50 тоже зачастую вот поэтому это такой процесс он безостановочный то есть масштабы поиска могут быть разные масштабы перемен которые ты хочешь чтобы случились жизни могут быть разные но поиска же не останавливать поэтому я я бы молодому человеку сказал чтобы он не не переживал а продолжал поиск вот когда будет когда придет то ради чего все это происходит вот тогда вы увидите и почувствуете и тогда вы будете и днем и ночью и вы не заметите сколько часов прошло и вы начнете в 8 утра в полночь вам мама скажет иди спать вы скажете как я же только сел вид боже оказывается то уже значит там 14 часов прошло этом не знаю 15 16 18 сказать а я только вроде только сел за стол вот ради этого я считаю стоит и начинать и пробовать и не идет значит бросаешь идешь дальше я как-то занимался исследованиями несколько лет в области методов быстрого обучения и у меня был такой товарищ мы с ним вместе работали его звали ходыкин сергей львович он был старше но мне тогда было лет 26 а ему же он на 7 лет старше ему тогда было 33 и он такую школу жизни суровую прошел он и в армии служил за какой-то техникум закончил по слесарному там по сантехнике и потом он закончил институт культуры там режиссерский факультет народные театры я его так шутя называл слесарем по системе станиславского но не суть и и он он игры делал ролевые там для интенсивных методов обучения а я пришел вот электронщиком был и мы с ним вместе срубили систему такую быстрого обучения машинопись у нас на сайте есть плейлист можете посмотреть там и вот я как человек такой более тщательный такой инженерного склада я каждую новую идею который мы отрабатывали я норовил ее так довести до какого-то завершенного вида документировать ну как как положено а он как человек холерического темперамента и такой богемный он миша бросаем идем дальше это не то и вот и если бы мы не бросили там два десятка идей которые каждый из которых была хорошей но недостаточно хороший чтобы на ней циклиться вот вот есть если вот у меня не вышибал каждый раз так ничего бы мы с ним и не сделали такого ну что мы в итоге и сделали мы сделали совершенно революционную систему который до сих пор равных нет знаете прошло уже там сколько лет 30 поэтому что тут скажешь надо двигаться надо двигаться нельзя быть разгильдяем которые просто не в состоянии ничего закончить это отдельный разговор но и тормозить тоже нельзя счастливо